специализирующиеся на разного рода импортно-экспортных операций и подтверждения отечественного производства. Ну, в принципе, я сейчас не буду обсуждать решения, как бы, да. На ТПП Минпром возложил определенную часть экспертизы по, на мой взгляд, достаточно несложным вещам. Вот достаточно несложным вещам. Потому что там сами убедитесь, исходя из тех документов, которые запрашиваются и даются предприятиям, да, проэкспертизировать документацию несложно. Проверить наличие. Самое главное здесь, как это, чтобы не было диссонанса между тем, что увидели глаза на компьютере и пощупали руки на производстве тем, что слышишь, видишь и читаешь в документах. Вот, я так понимаю, основная роль здесь в этом плане ТПП, да. Вот. Но бальная система, которая появилась относительно недавно, это довольно серьезная сложная нагрузка на ТПП. Потому что, ну вот, Юль, наверное, не даст соврать, что называется, эксперт, ты, кто более-менее, да, ну и отраслевики, и сами предприятия, они понимают, что степень компетенции, которую бы сейчас ТПП не наращивала, она все равно не хватит ее, чтобы, скажем так, проверить досконально и вывести на чистую воду. На самом деле можно ввести, что называется, палату в заблуждение, да, но только зачем это делать? Ну, к примеру, не выезжает на предприятие специалист, который отличит контроллер, ну, скажем, постоянного тока от контроллера GSM, если вы заклеите этот самый, маркировку, да, да даже по маркировке, по этим бутвенно, как бы, цифровым кодам, да. То есть, ну, не в этом роли, как бы, да, то есть они не должны, наверное, являться экспертами в этом плане, но ничего. Значит, соответственно, ТПП, ну, вот по... Мы сейчас говорим о втором блоке вот этому, да, от экспертизы на соответствие требованиям. Вот, тут ТПП два варианта, что называется, по пути сертификации в СНГ и там по российскому, да. Значит, что еще точно проговорю, потому что это часто является предметом задумчивости, надо придерживаться региональной закрепленности ТПП. Ну, то есть, к примеру, когда иногда нам звонят и просят пройти где-нибудь в Поволжье эту самую процедуру, нам наша татарская, ну, у нас базовый регион Татарстан, да, наша татарская ТПП говорит, я не полезу, допустим, там, в Башкортостан, да, потому что там есть региональная привязка, и мне сейчас, грубо говоря, ну, забирать какого-то клиента из Башкирии вообще не надо, потому что у нас, ну, во-первых, поделена вот эта поляна, да, вот, а во-вторых, ну, из-за чего тут как бы ругаться, да, и опять же, компетенции разные, да. Опять же, возникает вопрос, знаете чего, он даже не только палатовский, он вообще, наверное, всех там банковский, да, у нас должна быть прямое плечо выезда на предприятие, а до Уфы, извините меня, 6 часов езды, да, вот, или, не знаю, там полчаса, там, легкая, вот, поэтому здесь региональная привязка. Она не повторяет, конечно, структуру наших, сколько у нас сейчас, не 89, да, 93 региона, вот, но тем не менее, там, ну, в какой-то степени близлежащую-то можно найти. Вопрос, да, Леонид? Да, вот хотел спросить, у нас, получается, клиент находится в Москве, да, Ситроникс, а мы идем в ТПП Московской области, вот, потому что нам, ну, порекомендовали ее, что там просто, ну, знакомый есть какой-то, и, короче, что вот уже есть положительный опыт с ними. Я так понимаю, что вот так, наверное, мы можем, да, потому что у нас, как бы, да, Москва и область, они, как бы, рядом. Я просто не вижу. Вы знаете, за них нет, 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 есть. Вот, смотрите, ТПП города Москвы, а вот ТПП Московской области. Надо спрашивать у них, возможно, у них региональная территориальная соподчиненность, возможно, кто-то не возьмется из них за, вот, как бы, эту работу. Здесь, наверное, надо смотреть, надо смотреть по месту расположения производственной площадки. Скорее всего, правило такое, что регион расположения производственной площадки – знак равенства ТПП. не правообладатель там чего-нибудь, например, да, там же российское производство надо будет оценивать. Мне кажется, вот так. Поэтому, мне кажется, спросите у обоих и... Да, но мне кажется, вот они же у вас в одном списке стоят, да, вот центральный федеральный округ, ну, и ехать им там недалеко, ну, от Московской области до Москвы. Ну, то есть, они уже начали работать, то есть, прислали договор, поэтому я... А, ну, то есть, они не против, наверное. Ну, все, тогда... Ну, получаю, да. Тогда в это я точно вылезать не буду. Раз прислали, значит, они либо... Акты экспертизы тоже на три года, и там, по-моему, тоже три года. По-моему, впервые, когда, по-моему, три года дается. Коллеги, а я вот знаю, что по бальной системе, когда мы идем, у нас три года, а когда по два лорки, по-моему, каждый год мы должны ее же подтверждать. И вот еще у меня вопросик, вот в каких случаях дают экспертизы, в каких СТ-1, то есть, тоже вот нам разобраться. Страслевики однозначно, это либо там электротехнические машиностроения для топливно-энергетического и электротехнической промышленности, либо там радиоэлектрончик, либо Плесунов, либо там этот, забыл, как у Виклибовских, а другой. Вот. Да, но я думаю, просто через общую приемную им писать, вот... Первые три, про... Первые три, пятый и шестой, да, это про выпуск, собственно говоря, про технологически-производственные аспекты. Третий и четвертый, персонал и конструкторская документация, это в том числе и про разработку, да, потому что понятно, что у нас есть персонал, который R&D занимается, есть персонал, который занимается сборкой. Есть слесаря, есть инженер-конструктор, да. Вот. Внизу написано, это то, о чем я говорил, то есть, единой и однократно представлено в ТПП, поэтому Минпромторг и свел взаимодействие с ТПП через ГИСП, во-первых, потому что, чтобы это была подконтрольная Минпром-процедура, вот, а во-вторых, чтобы, ну вот, документы, они уже как бы застолбленные, там ничего там в них уже не принято. Так, вот так выглядит рабочее окно заявки ГИСПа. Соответственно, ну вот видите, да, все статусы ТППшные. Вот. Все, как видите, 4.1 под пунктиком 3. Вот оно, да, вот это вот. Ой. Вот, соответственно, вот мы стадийность, вот этот технологический передел, обратите внимание, да? Так, сейчас. Вот, допустим, мы здесь выделяем, если мы делаем полного цикла и прошивку на электронику тоже делаем сами, вот у нас программирование, технологическая операция, да? И для нее, для нее, у нас, естественно, есть сервера, моноблоки, программаторы всяких, ПЗУшек, да, там еще что-то. Скажем так, высокопроизводительные операции, ну, понятно, еще это тоже выгрузка права, инвентарная нумерация, это подтягивается из карточек, да? Ну и на каких правах ты владеешь этим? Это единицы оборудования, потому что ты в документах даешь, а потом они приезжают, смотрят, покажите нам, пожалуйста, где у вас листогиб, который находится в договоре о аренде таком-то, таком-то, да? Вот, соответственно, показываешь. Так, ну и, соответственно, софта. То есть, вы понимаете, они тоже идут на... Они сподвигают нас к легализации этого софта через реестр Минцифры, да, с тем, чтобы потом контроллеры с вражеским ПО не просочились на рынок, да, особенно для корпоративных, класса и прочих закупок. А мы тут, ну, со своими частными этими, да, ну, видимо, надо и то, и то. Видимо, надо соблюдать, начиная от заготовки, а если от заготовительного, да, вот, а если, точнее, с инженерного подразделения, с НЕОКР-подразделения, как где разрабатывается продукт, а потом как он делается. Если схема, ну, как бы линейчатая, например, или какая-то там, ну, она же может ветвиться, да, там, ну, а с два участка сливаются один, понятно, что они вот все это последовательно прорисовывают схему и вот как бы все это дело делают. Заметьте, вот вплоть до упаковки тары, готовой к отгрузке на транспортных средствах. Это они пошли в электротехнику и в электронику посмотреть, какие участки операций делаются, в том числе по электронике, мехатронике, электромеханике, электрике, силовухе и молоточке. То есть они вот это вот фиксируют, платы, сборки, ля-ля-ля, все вот это вот, программисты. Это меня клиент спросил, он говорит, у меня там компонент стоит без названия, типа, ну, какие-то, типа, компоненты, типа, какой-нибудь коннектор, знаете, там, какой-нибудь порт RS-232. Он говорит, можно я не буду ставить, типа, реестровый, поставлю китайский, все равно, говорит, на них ничего не написано и до него не доберешься, типа, ну, то есть не сфотографируешь. Вот, но это самое, я не знаю пока, как ему на этот вопрос отвечать. Ну, то есть он хочет, как бы, его... А, кстати, вот тоже меня клиенты спрашивают, если мы, он, например, вошел в реестр по пилотному образцу, да, а потом в серию это, как бы, ну, не ставит этот компонент. Есть у них какие-то проверки, вот, когда они уже, ну, то есть компания зашла в реестр, да, три года у нее, и она говорит, а давайте я через год еще заеду, проверю на всякий случай. То есть там нет...